Музыка Такой комментарий обострение кризис, что делать? Пользователь пишет, тут в комментариях часто фишка пишет, какая она фанатка, помешана на керосине, урине, травах. Но это мнение вот этого человека, я дальше скажу. И всех агитируют, чтобы делали как она месяцами. Так тут видите, не столько там она, а я-то ей такие советы дал. Так вот, лучше не рисковать своим здоровьем, очень опасно это. Достаточно пройти один курс, иначе посадить и печень, и так далее. Я написал, вот смотрите, почему вот тут месяц сделать. Одному достаточно действительно там, грубо говоря, он там принял какой-то там, раз курс прошел, а то вообще разочек сделал, и все это дело прошло. Значит, все зависит от состояния человека. Запущенности организма, степени поражения паразитами. Потому такие рекомендации. Вы возьмите из данного опыта свое. То есть, если человек, вот допустим, мы уже знаем, у нас на канале есть люди, с которых эти паразиты валят, валят и валят. И что тогда? Вот им один курс сделал, и все. И они как были, так и останутся. Поэтому, в зависимости от степени поражения организма, и смотреть, еще чем поражен, очень трудно избавиться. Да вообще от паразитов трудно избавиться. Особенно от грибков, герпеса и так далее. Вот, в зависимости от степени поражения и с чем поражен, организм приходится применять, применять, применять. Мы здесь на канале, смотрите, применяли и чистили печень, использовали противопаразитарные травы, сначала противопаразитарные травы, потом печень, потом голодали, когда вся эта инфекция, грибки полезла на ноги, как и у Эдуарда. У других там глисты, там полезли глисты. И что, это всё оставлять? Поэтому тут и приходится делать, делать и делать. И сам процесс, это очень важно понимать, почему человек делает, потому что сам процесс противопаразитарного лечения показывает, как он идёт и что надо делать. То есть вот начали делать, а грибок на веки полез, и что? Потом на пальцы рук полез, а человек делает, то есть гоняет его, то на ноги, то на руки, то ещё куда, и то даже на уши. На уши из-за того, что здесь хрящ, и сюда особо не доходит никакое там противопаразитарное лечение, почему оно бывает так. И в некоторых случаях приходится, такие обострения бывают, что по полугода надо делать это всё, чтобы вот эта короста сошла с тела человека. Кстати, я видел, как же этих людей называют. У них всё тело в коросте, не просто в коросте, а она какая-то, знаете, как какой-то типа панцирь. Вот этим людям, они не знают, вот как там избавиться, потому что медицина там свои, там вот эти курсики там, да ло, и ладно. А там надо, ну, радикально, либо поголодать, и причём не какой-то там малюсенький какой-то срок, а несколько таких сроков огромнейших надо сделать. Плюс ещё противопаразитарку эту делать, чтобы вот эта корка с человека слезла, человек очистился. Поэтому всё это строго индивидуально. Вы смотрите, как переносит организм то и иное, противопаразитарные эти самые средства. С дозировкой там, будем говорить, регулируйтесь, чтобы, естественно, себя самого не отравить. Тут много таких вещей, и важно из всего вот этого, что мы говорим, вот тут целый у нас самый плейлист про избавление от паразитов есть. Посмотреть и для себя подобрать, что делать. Вот, в конце концов, смотрите, Наталья там писала, что у дочери там вот язык, вот это всё же показывали, да обострение кризиса. Ну, вот на этом видео, обострение кризиса, язык у дочери, и никак это ничего не устраивается. И, наконец-таки, смотрите, не просто вот подбираете какие-то противопаразитарные средства там. Вот опробовали одно, оно не даёт особого результата, а другое, что-то даёт, но не то. Третье, четвёртое, пятое, и, наконец-то, корал что-то там, экстракт кориосины, что ли, или ивы. Вот. Он оказался наиболее успешным, то есть он прямо попал туда, куда надо, и пошло вот это обострение, пошли вот эти все эти выходы всех этих паразитов. Так что не всё так просто, как мы думаем. Ой, не всё так просто. Хотя, если мы длительно голодаем, то на голодании создаются такие условия, когда всё мрёт там. Ну, это ж надо длительно голодать, а не просто. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.